Вот уж мы и не знаем, как бы нам поизгаляться. Теперь возникла идея, что надо запретить мигрантам работать в медицине. По поводу того, что в первичном звене, в частности в московском здравоохранении, работает большое количество мигрантов, я уже делал видео ранее по поводу того, что это не всегда обеспечивает достаточно хорошую медицинскую помощь. Ну, в общем-то, это как бы и без меня известно. Но, если вы помните, если захотите, можете посмотреть это видео, я всегда говорил, что врачей везде учат приблизительно плюс-минус одинаково. Ну, конечно, выпускник, там, я не знаю, Кембридж или Сорбонны, он, скорее всего, будет отвечаться от выпускника какого-нибудь заштатного медицинского вуза где-то в глубине-глубине-глубине сибирских руд, там, или на просторах Средней Азии. Но, 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 в принципе, в принципе, как раз-таки плюс глобальной медицины, ну, и глобализации в целом, глобальной медицины, всемирной медицины в том, что стандарты единые. МКБ, международная классификация, болезни единые. Клинические рекомендации, где бы ты ни учился, они в общем и целом доступны. То есть, сказать, что врачи, коллеги, которые приехали там из Средней Азии, или еще откуда, что они прямо как-то качественно отличаются от наших выпускников, нельзя. Естественно, есть определенные сложности, которые надо решать. Идея запретить, это вообще, по-моему, идея фикс, к сожалению, которая у нас присутствует. То есть, самое лучшее решение абсолютно любого вопроса, это запретить. Запретить презервативы, запретить, там, не знаю что, запретить ковид, запретить еще там какие-нибудь, давайте запретим мигрантам работать. Ну, хорошо, запретим мигрантам работать. Опять-таки, кто-то из них мигранты, кто-то из них уже получил гражданство, кто-то родился уже в Российской Федерации. Ну, им, соответственно, не запретить. То есть, в принципе, мы получим, ну, плюс-минус, картину не сильно меняющейся. Потом, хорошо, мы запретим работать мигрантам, мы их выгоним. Мы вот такие, вот, великорусские, выгоним мигрантов из наших поликлиник, и кто там будет работать. А для этого надо запретить, наверное, выпускникам медицинских вузов идти куда-либо, кроме поликлиники. А потом надо им запретить увольняться из поликлиник. Ну, то есть, вот эта вот попытка решать абсолютно любую проблему запретами, она абсолютно пагубная, потому что человек, ну, рыба ищет где глубже, человек где лучше. Это, в общем-то, такая народная мудрость. И можно заставить человека таскать камни с утра до вечера, если лупить его кнутом, если не давать ему пить, или наоборот давать ему пить, если он будет таскать камни. Это можно сделать, но все-таки, все-таки, если вы хотите обеспечить свое отрасль, свое производство или свое учреждение грамотными, квалифицированными специалистами, а уж тем более, если вы хотите, чтобы они имели некий творческий подход к своему делу, то запреты работают очень-очень и очень плохо. По этому поводу, кстати говоря, будет еще видео «Тихое увольнение». Тоже посмотрите обязательно. И, на мой взгляд, попытки решения кадровых вопросов в медицине путем запрета на трудовую деятельность, либо на возможность выбора места труда, либо еще какими-то запретительными шагами, никогда не приведут, да и не приводили, и не будут приводить к положительным результатам. Для этого необходимо создать условия, которые будут людей стимулировать к тому, чтобы стремиться в эту отрасль. Не стремиться из нее, как, к сожалению, сейчас мы наблюдаем у многих выпускников. Ну, не сейчас, это мы уже давно наблюдаем у многих выпускников медицинских вузов. А наоборот, стремиться в нее. Что для этого надо сделать, не буду перечислять. Это уже тысячу раз говорено, в общем-то, ну и так понятно. Но пока что, пока что запретительная тенденция у нас доминирует. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале YouTube.com. Всего вам хорошего, до свидания.